Ребята, здравствуйте, с вами Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Сегодня у нас с вами рубрика обзора модов и посмотрим мы с вами на обновление мода. Действительно качественного, хорошего, классного. Мода под названием DAV F241. Обзор на этот мод у меня был уже ранее на канале, так что либо по ссылке в описании, либо в правом верхнем углу экрана сейчас всплывает подсказочка. Там вы можете посмотреть этот обзор и, соответственно, вернуться потом сюда. Потому что сегодня у нас по факту будет просто обзор обновления. Обновился у нас Евротрак Симулятор 2, так же как и Американ Трак Симулятор. Если вдруг вы про это не знали, то опять же, либо в описании, либо в аннотации будет ссылочка на обзор этого замечательного патча. Очень действительно большого. Но сегодня не об этом, друзья. DAV F241 у нас обновился полноценно до версии 1.35. Он полностью работает на как девятом DRX, так и на одиннадцатом. Так что, в принципе, никаких проблем нет. Ничего не вылетает. Все работает прям просто идеально. Итак, давайте посмотрим, что же, собственно говоря, было добавлено. Покрутим эту машинку. Тест-драйва сегодня не будет. Поэтому, друзья, приятного всем просмотра. Приятного всем аппетита, кто собирается покушать, либо уже кушает. И погнали. Итак, давайте посмотрим. Просто возьмем обычный DAV. По кабинам у нас нового абсолютно ничего добавлено не было. По шасси у нас добавилось новое шасси 8х2. Вот такое негабаритное, замечательное шасси. Все у нас полностью выносится назад. Ресиверы, дополнительный топливный бак. Соответственно, выхлопная система выносится у нас уже в другую сторону совсем. Плюс ко всему здесь провода, радиаторы все и прочее, 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 прочее. Плюс ко всему добавляется у нас еще одна ось. Она у нас подъемная. Плюс ко всему она у нас еще и поворотная. И вот такой вот многоножкой становится этот классический DAV. Выглядит очень здорово. Прям вот все идеально подогнано. Ничего лишнего нет. Смотрится очень-очень классно. Далее, давайте посмотрим, что у нас было добавлено по покраскам. Судя по описанию, были добавлены новые покраски, которые будут, ну, типа специально для вот этого всего дела. Для негабарита. Насколько я понимаю, это MAMMOED, вот эта контора. Дальше идет CRANCE LER. И, я думаю, CNAG. Скорее всего, вот именно вот это будет у нас аддоном. Там вообще как-то странно, что автор, допустим, не добавил там, не знаю, версии 1.2. Вот сюда какой-нибудь значок, чтобы сразу было понятно, что добавилось нового. Почему он это не сделал, я, если честно, не знаю. По аксессуарам. Давайте посмотрим, что, собственно говоря, нового. Ну, соответственно, крылья, да, мы можем с вами поменять в краску. Средний вариант крыла, как я понял, у нас не меняется. Потому что, как бы я камеру не крутил, так оно и остается в своем пластиковом варианте. Сверху у нас такая металлическая плита лежит. И, в принципе, как бы все. То есть, больше ничего здесь у нас нет. По описанию был добавлен вот такой замечательный Heavy Duty бампер. Он у нас красится под цвет нашей покраски, либо под цвет кузова. С точки зрения практики, ну, не знаю, достаточно сильно низко он висит. Даже если смотреть со стоковым. Прям наполовину, грубо говоря, он ниже. Но зато у нас тут спрятана лебедка. Вообще, такой силовой достаточно бампер. Непрактично, как бы, со стороны того, да, что где-то, допустим, на какой-то карьер поедем. Либо по бездорожью где-то что-то можно зацепить. Ну, раз это было добавлено, значит, как бы все хорошо. Далее, друзья, был добавлен, опять же, новый вот такой классный Heavy Duty кенгурятник. На который даже можно что-то повесить, что-то поставить. Какие-то лампочки дополнительные. Он у нас, опять же, красится в цвет кузова. Не знаю, почему, допустим, нельзя было добавить еще, допустим, хромированный вариант. Почему бы нет? Это достаточно просто все делается. Но, ну, как вот есть, так и есть, друзья. А в остальном, в общем и целом, в принципе, в принципе, никаких у нас изменений нет. Больше никаких новых аддонов у нас нет. Вот такое небольшое, действительно, ребят, маленькое обновление. О, как у меня совпало еще с красным трейлером. Маленькое такое у нас обновление идет. По факту добавился, что у нас бампер. Соответственно, добавился у нас кенгурятник. И добавился новый вариант шасси для перевозки негабарита. И, в общем-то, в принципе, все, друзья. Действительно, здесь больше показывать нечего. Тест-драйв, опять же, делать не вижу абсолютно никакого смысла. Потому что все здесь идеально работает. Да и, собственно, в основном обзоре я все это дело просто в деталях показал. Со всех сторон вам эту машину и обкрутил. И, в принципе, там как-то вот более-менее все детально было рассказано. Поэтому повторяться еще раз, чтобы растянуть видео там до 10 минут, чтобы деньги типа за него платили. Вообще никакого смысла не вижу. Все, друзья. На этом все. Вот такой у нас получается сегодня коротенький видосик. Но я считаю, он был нужен. Потому что я обещал вам, что за этим модом на своем канале я буду следить. Все, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте оценить его своим царским лайком. Не забывайте также подписаться на канал. Поставить колокольчик, дабы новые видосы не пропускать. Ну а с вами был Алексей. Я желаю всем хорошего настроения. Всем огромной удачи. И пока. И еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok